Музыка Прежде чем начать сегодняшнее заседание правительства, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи и ее отправке жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. И особенно тех, кто помогал в организации пребывания в Ярославской области детей из пострадавших районов. Вы знаете, что 59 ребят были размещены в детском оздоровительном лагере «Чайка», где, кроме лечения, была организована насыщенная программа, культурная, экскурсионная. Благодаря волонтерам и партнерам регионального отделения фонда «Милосердие и здоровье» дети были обеспечены теплой спортивной одеждой, обувью, а также получили в подарок школьные принадлежности. Я уверен, что они хорошо отдохнули и подготовились к новому учебному году. И ребята на сегодняшний момент вернулись домой, в Иркутскую область. Мы все прекрасно знаем, что ярославцы всегда готовы помочь тем, кто оказался в беде, прийти на помощь, поэтому и помощь, и сопереживание, и такая настоящая забота были очень важны для детей. Ещё раз спасибо всем вам. Кроме того, перед началом рассмотрения вопросов нашего заседания я хотел бы представить вам директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгения Дмитриевича Сорокина. Присаживайтесь. В течение двух месяцев он исполнял обязанности директора департамента, так что я уверен, многие успели уже с ним познакомиться. А теперь перейдём к рассмотрению повестки нашего заседания. Сегодня в первой части заседания правительства области мы с вами рассмотрим два вопроса. Мы начнём с оценки эффективности мероприятий по контролю за реализацией животноуческой продукции на территории Ярославской области. Сообщения из различных регионов страны о появлении в торговле и общественном питании опасных для здоровья продуктов животного происхождения появляются достаточно часто, и игнорировать эту опасность и такие сигналы ни в коем случае нельзя. В текущем году при проведении внеплановых проверок в части оборота животноуческой продукции и число выявляемых нарушений увеличилось на 22%. Это очень высокий и очень опасный такой показатель. Поэтому перед департаментом ветеринарии области стоят серьёзные задачи по контролю за перевозкой и реализацией животноуческой продукции на территории региона. Совместно с госавтоинспекцией контролируется ввоз такой продукции автомобильным транспортом. Результаты показывают, что со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей число на сегодняшний момент таких нарушений снижается. А вот частные лица, те, которые осуществляют услуги по перевозке, далеко не всегда выполняют необходимые требования. Я прошу директора департамента ветеринарии Александра Львовича Чувгуна в своём докладе сделать необходимый упор на то, как организовано у нас взаимодействие с органами внутренних дел, органами местного самоуправления по контролю торговли на открытых ярмарках и также недопущению уличной торговли в неустановленных местах. Вторым вопросом нам предстоит рассмотреть ход реализации в текущем году государственной программы Ярославской области содействия занятости населения. На её финансирование выделены серьёзные средства. Это почти 804 миллиона рублей, в том числе 628,5 миллионов из федерального бюджета и 175 миллионов из областного. Напомню, что помимо содействия трудоустройству и повышению конкурентной способности рабочей силы на рынке труда, мы также должны работать в рамках госпрограммы над созданием условий и организации в целом процесса добровольного переселения соотечественников, тех, кто у нас проживает за рубежом на постоянное место сюда, в Ярославскую область. Это, я считаю, важно как с точки зрения поддержки наших соотечественников, так и для обеспечения притока трудовых ресурсов и сил в экономику Ярославской области. Поэтому я попросил бы директора Департамента Государственной службы и занятости населения Ярославской области Лауру Каджиковну Зудину в докладе обратить внимание на этот аспект и ту дорожную карту, в соответствии с которой мы будем двигаться. Итак, давайте, Дмитрий Александрович, приступим к работе. Спасибо, Наталья Иванович. Добрый день, коллеги. Сегодня в поездке и заседании правительства рассмотрим два опроса, оба в открытой части. Первый вопрос. Чувгун Александр Львович о реализации мероприятий по сохранению биологической безопасности Ярославской области. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, Дмитрий Александрович, Алексей Дмитриевич, уважаемые коллеги. Обеспечение безопасности продукции животного происхождения является приоритетной задачей и повышение уровня жизни, роста и благосостояния населения. Ветеринарный контроль и надзор направлены на обеспечение непрерывного развития животноводства и получение добокачественной и безопасной животноводческой продукции. Целью ветеринарного надзора является не столько выявление, сколько пресечение и недопущение в дальнейшем нарушения требований безопасности пищевой продукции животного происхождения. В рамках снижения административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности количество плановых проверок в 2019 году существенно снизилось. Однако, в связи с увеличением количества обращений граждан и юридических лиц, привлечением ветеринарных инспекторов к проверкам прокуратур, увеличением количества совместных рейдов по уличной торговле, количество внеплановых контрольно-надзорных мероприятелей, увеличилось на 23%. Снижение количества выявленных нарушений при осуществлении плановых проверок до минимальной отметки – это результат плановой профилактики работы департамента в предыдущие годы. Рост нарушений на 43% по результатам внеплановых проверок в части оборота подконтрольных товаров связан с увеличением количества участников оборота и животноводческой продукции из животных владельцев подсобных и личных подсобных хозяйств. В случае выявления некачественной и опасной продукции ее владелец под контролем специалиста департамента осуществляет утилизацию или уничтожение. В рамках взаимодействия между полицией и местным самоуправлением органов департаментом рассматриваются переданные по подведомственности дела об административных правонарушениях и иные материалы, содержащие информацию о нарушении ветеринарного законодательства лицами, осуществляющими торговлю в неустановленных местах. В целях оперативного выявления и пресечения фактов несанкционированного перемещения продукции из животноводства по территории региона на автомобильных дорогах, дорогах, ведущих к внешним границам его территорий, инспекторами департамента и ГИБДД осуществляется контрольно-надзорное мероприятие. Совместные мероприятия проходят постоянно в соответствии с согласованными графиками. Это как минимум два раза в неделю. Анализ результатов указанной деятельности в 2019 году к предыдущему году показал снижение правонарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Стабильность нарушений сохраняется за счет нарушений со стороны граждан, осуществляющих услуги по перевозке подконтрольного груза. Необходимо отметить и снижение количества обращений граждан и юридических лиц. Данный показатель достигнут благодаря постоянной разъяснительной работе на сайте департамента ветеринарии в СМИ индивидуально при проведении контрольно-надзорных мероприятиях и характеризует удовлетворенность населения деятельностью департамента, что в итоге отражается на стабилизации социальной напряженности среди граждан, проживающих в населенных пунктах, где регистрируется увеличение личных пособных хозяйств и рост поголовья скота и птицы. Стоит отметить, что в последнее время большая часть обращений зарегистрируется в вопросы не содержания сельскохозяйственных животных, а домашних животных. Одним из основных принципов формирования качества продовольственных товаров является их безопасность. Актуабельность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей. С переходов рынков в ярмарки для организаторов ярмарок ответственность за обеспечение проведения обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы продукции не предусмотрена, поэтому увеличилось количество выявляемых нарушений при реализации пищевой продукции именно на ярмарках. Это отсутствие маркировки, нарушение температурных режимов хранения скоропорщейся продукции, отсутствие документов, определяющих безопасность реализуемой продукции. Перечисленные нарушения свидетельствуют об отсутствии должностного контроля со стороны организаторов ярмарок. Большая часть контрольно-надзорных мероприятий проводится совместно с органами внутренних дел и органами местного самоуправления на территории городов и других населенных пунктов в местах уличной торговли, на ярмарках и в неуставленных местах. В связи с особенностью расположения объектов общественного питания вдоль автомобильных дорог, Департамент акцентирует свою работу деятельности придорожных кафе и ресторанов. Так, по результатам 11 внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой области, в 7 объектах выявлено нарушение в части отсутствия документов, подтверждающие безопасность продукции животного происхождения. В случае выявления правонарушений в области ветеринарии виновные привлекаются к ответственности в виде административных штрафов. С увеличением на 10% количество нарушений увеличилось на 26% из суммы штрафов. Субъекты малого предпринимательства бизнеса при выявлении нарушений первично привлекаются к ответственности в виде предупреждения. В рамках реформы надзорной деятельности в стране и области приоритетными направлениями развития регионального ветеринарного надзора на сегодняшний день является профилактика нарушений и недопущение появления опасной продукции на начальных этапах ее производства. В рамках исполнения задачи по снижению нарушений производителями и продавцами продукции животного происхождения, устранению фактов, приводящих к производству несоответствующей продукции, Департамент проводит разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами. В целях снижения правонарушения Департаментом осуществляется мероприятие по их профилактике путем разъяснительной работы законодательства в области пищевой продукции. На страницах Департамента проведение персональных консультаций в рамках контрольно-зонных мероприятий и публичных обсуждений правоприименительной практики департамента с субъектами подконтрольной деятельности, которые вы видите на слайде. Одним из эффективных инструментов противодействия реализации некачественной продукции является переход на электронную ветеринарную сертификацию с использованием информационной системы «Меркурий», разработанной Ростельхознабзором. Данная система обеспечивает прозрачность действия участников рынка, прослеживание продукции на всех этапах производства и обращения без взаимодействия с поднадзорными субъектами. Это не только снижает административную и психологическую нагрузку на бизнес, но и оптимизирует расходы на осуществление функций контроля и надзора. В случае нарушения порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов, работа пользователей в информационной системе блокируется. Так Ростельхознабзором в настоящее время приостановлено оформление ветеринарных сопроводительных документов в Центральном федеральном округе 200 пользователям. По Ярославской области лишены права оформлять ветеринарные документы только 4 пользователя. Эти цифры показывают, что задача по вовлечению предпринимательского сообщества области к оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме не только успешно выполнена, но и введена на высоком качественном уровне. Основной проблемой в вопросах безопасности пищевой продукции на территории области является отсутствие нормативно-правовой базы и иных рычагов воздействия на недобросовестных частных производителей и продавцов пищевой продукции, которыми выступают мелкие фермеры и граждане, реализующие подконтрольную продукцию на ярмарках и в несанкционированных местах торговли. Проанализировав ситуацию прошлых лет, считаем, что количество недобросовестных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц снизилось в разы, тогда как количество физических лиц, реализующих продукцию животного происхождения с нарушением ветеринарных требований, снижается незначительно. В рамках повышения уровня ответственности граждан за нарушение ветеринарных правил Департамента поддержанной инициативы Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об увеличении сумм штрафов для граждан за нарушение ветеринарного законодательства. В заключении выступления хочу отметить, что для обеспечения оборота безопасной продукции необходимо задействовать не только административный ресурс, но и повышать знания по вопросам безопасности продукции среди потребителей и социальную ответственность участников оборота пищевой продукции животного происхождения за обеспечение безопасности на всех этапах обращения. За решение доклада, уважаемый Дмитрий Юрьевич, прошу поддержать перечень поручений, предоставленных на слайде. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Готовы ответить на вопросы. Спасибо, Александр Иванович. Вопросы есть, Александр Иванович? Коллеги, вопрос обеспечения населения безопасными продуктами питания стоит в регионе на особом контроле. Важно понимать, насколько та или иная продукция соответствует нормам безопасности здоровья человека. Эффективная работа специалистов должна регулярно проводиться по всей нашей области. Я попрошу Шокина Сергея Валерьевича, доложите, какие мероприятия проводятся в этом направлении в Ростовском муниципальном районе. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, уважаемый Дмитрий Александрович, Алексей Дмитриевич, уважаемые коллеги. Для выполнения мероприятия по обеспечению биологической безопасности в районе работает специалист по защите прав потребителей, административная противоэпизодическая комиссия и отдел административной практики. В Ростовском муниципальном районе не реже одного раза в квартал проводится заседание районной противоэпизодической комиссии. На заседаниях присутствуют главы поселений, специалисты районной ветеринарной службы и ветеринарной лаборатории, инспекторы департамента ветеринарии, управление сельхознадзора, управление Роспотребнадзора, представители органов внутренних дел и административной комиссии администрации Ростовского муниципального района. Далее выносятся решения в отношении действий всех служб по вопросам заседания районной противоэпизодической комиссии. В органах МВД по Ярославской области и администрации района проводятся еженедельные рейды на предмет выявления пресечения правонарушений при обороте пищевой продукции и животного происхождения, стихийной торговли в придорожной полосе автодороги М8 Москва-Хломогоры. Совместно с правительством Ярославской области и администрацией района на постоянной основе ведется работа по привлечению инвесторов в придорожный сервис. Администрация района в рамках семинаров с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, собственниками объектов проводит работу по разъяснению требований законодательства в области обращения пищевой продукции по вопросам организации безопасной торговли в придорожной полосе автодороги М8 Москва-Хломогоры. Информация регулярно размещается в средствах массовой информации на сайте администрации муниципального района, в том числе на телевидении. В поселениях принято постановление об установлении мест торговли продуктами питания и сельскохозяйственной продукции. Анализ работы за сопоставимые периоды 2018-2019 года по результатам совместных мероприятий в местах уличной торговли, в том числе на ярмарках, позволяет сделать вывод об эффективности данной работы. Так, в 2018 году привлечено к ответственности за нарушение требований безопасности реализуемой пищевой продукции 6 лиц, утилизировано более 40 килограммов незагонно реализуемой пищевой продукции. В 2019-м 4 физических лица, утилизировано 14 килограмм продукции. Есть определенное снижение, что говорит о том, что все-таки мера профилактики имеет свое воздействие. В целях обеспечения доступности населению продукции непромышленного изготовления, проводимого на территории района и области, на территории города Ростов, работает сельскохозяйственный рынок и 5 ярмарок. Обеспечение безопасности реализуемой на рынке продукции осуществляет ветеринарная служба района, лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Помещения лаборатории типовые, размещены в помещениях рынков и обеспечены всем необходимым высокотехничным оборудованием. Так, в 2019 году исследования безопасности пищевой продукции подвергнуто реализованному населению через рынок 4000 единиц продукции различного вида. На территории района допущено к убою и выпущено в обращение 540 тысяч единиц безопасной продукции, произведенной на убойных пунктах района. В настоящее время администрации проводится работа по становлению предпринимателей, которые фактически ведут деятельность по организации питания, в том числе придорожных кафе, но в информационной системе «Меркурий» не зарегистрировано. По результатам проведенной работы информация будет направлена в департамент ветеринарии для принятия мер в рамках контрольных полномочий. Также ведется работа по недопущению стихийной торговли сельскохозяйственной продукции ягодами и грибами вдоль федеральной автомобильной дороги М8 «Холмогоры». Доклад закончен, готов ответить на вопросы. – Спасибо. – Как уже отметили коллеги, при переходе рынков в ярмарки увеличилось количество нарушений в части реализации пищевой продукции. Денис Валерьевич Добряков, как контролируется этот вопрос у Вас в городском округе? – Да. Добрый день, Дмитрий Юрьевич, Дмитрий Александрович, уважаемые коллеги. Ярмарки – это, безусловно, важный формат реализации продукции, которая производится объектами среднего предпринимательства и сельхозпроизводителями. Поддерживать их надо в этом формате обязательно. На территории города Рыбинска, на частных земельных участках на постоянной основе функционирует 7 ярмарок на 1320 торговых мест, из которых 250 торговых мест организованы для сельхозпроизводителей и граждан, имеющих личное подсобное хозяйство. На трех ярмарках города действуют ветлаборатории, в которых проводится ветеринарно-санитарная экспертиза пищевой продукции, реализуемой на ярмарках. В 2019 году на ярмарках города исследовано 29 тысяч продукций разного вида на безопасность пищевой продукции. Необходимо отметить, что нарушений на качество пищевой продукции на ярмарках, организуемых администрацией города, не установлено. До исключения фактов реализации некачественной продукции администрации взаимодействуют с органами полиции, управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора на предмет выявления и пресечения правонарушений при обороте пищевой продукции животного происхождения. Администрации систематически проводятся рейды по ликвидации несанкционированной торговли, составлением протоколов о административном правонарушении на виновных лиц. К сожалению, вот эти рейды мы не можем зачастую согласовать с органами Роспотребнадзора ввиду за тяжелезной процедурой выхода Роспотребнадзора на проверки, поскольку они должны уведомлять прокуратуру и получить разрешение прокуратуры. Если мы научимся содействовать совместно, я думаю, что эффективность будет гораздо выше. В период запрета промышленной ловли рыбы организуются совместные рейды с МВД по ликвидации несанкционированной торговли рыбой. В 2019 году фактов незаконной продажи рыбы на территории города Рыбинска не выявлено. Одним из эффективных инструментов противодействия реализации некачественной продукции является переход на электронную ветеринарную сертификацию с использованием информационной системы «Меркурий», разработанной Роспотребнадзором. Большая работа по обеспечению качества продукции по системе организации школьного питания проводится муниципальным предприятием «Торговый дом на Сеной». В состав этого муниципального предприятия с марта 2013 года входит испытательный центр пищевой продукции. Основная цель организации и предоставления услуги – питание безопасное для жизни и здоровья школьников. За 2018-2019 год годы исследовано 660 образцов продукции, поступающей на предприятие. Забраковано 5,2 тонны продукции, которая возвращена поставщику. За это время показатель несоответствия от отобранных проб требованием нормативной документации снизился с 8,2% в 2018 году до 2,5% за первое полугодие 2019 года. У меня всё, доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Денис Владимирович. Коллеги, какие есть вопросы по рассматриваемой теме? Если нет, переходим ко второму вопросу нашей повестки. Департаментом Государственной службы занятости населения Ярославской области ежегодно проводится работа по содействию трудоустройства граждан и снижению уровня безработицы. Прошу Зудину, Лауру Каджиковну доложить, каких показателей удалось достичь нам с начала этого года? Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, Дмитрий Юрьевич, Дмитрий Александрович, Алексей Дмитриевич, уважаемые коллеги. Позвольте, прежде чем доложить о ходе реализации государственной программы, коснуться изменений, которые произошли в этом году в структуре Органов службы занятости и основных изменений законодательства, которые оказывают влияние на рынок труда. С 1 марта 2019 года структура Органов службы занятости оптимизирована и в настоящий момент представлена в виде шести государственных казенных учреждений, функционально подчиненных департаменту занятости, и в их состав вошли 11 отделений. В результате реорганизации сократилось количество юридических лиц и численность административного персонала. Это позволило сэкономить средства областного бюджета порядка 3 миллионов рублей ежегодно. При этом проведение реорганизации центров занятости никоим образом не отразилось на качестве и доступности оказания государственных услуг в сфере занятости населения и на территории каждого муниципального образования граждане и работодатели имеют право получать услуги в сфере занятости в полный спектр. Основные изменения в законодательстве. Введено понятие граждан предпенсионного возраста, изменён сам пенсионный возраст, изменились условия, сроки и порядок выплаты пособия по безработице, также порядок подбора подходящей работы и размер пособия по безработице также был изменён с 1 января. Минимальный размер в настоящий момент составляет 1500 рублей, максимальный – 8000 рублей и для лиц предпенсионного возраста максимальный размер пособия составляет 11 280 рублей. Напомню, что на протяжении 10 предыдущих лет размер пособия остался неизменным и составлял максимум 4900 рублей. Также принят закон Ярославской области о квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, который установил обязанность по квотированию рабочих мест для работодателей с численностью работников свыше 50 человек. За департаментом занятости закреплён контроль по этой части. Мы приняли ряд подзаконных актов, способствующих реализации указанного закона. Все эти изменения не могли не отразиться на ситуации на рынке труда. И с января по апрель мы наблюдали рост уровня регистрируемой безработицы. Благодаря мероприятиям госпрограммы и национальных проектов удалось стабилизировать ситуацию. В настоящий момент уровень безработицы составляет 1,2 уже на протяжении последних трёх месяцев. 7982 человека на учёте в качестве безработных, 14173 вакансии – это на 15% больше, чем в начале года. Государственная программа о содействии занятости населения Ярославской области разработана в целях создания условий, способствующих эффективному функционированию рынка труда. Целевыми показателями этой программы является уровень безработицы по методологии Международной организации труда, удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся, объём финансирования 803,9 миллиона рублей и в основном это средства федерального бюджета. В состав программы – ведомственная целевая программа содействия занятости населения и региональная программа оказания содействия добровольного переселения Ярославской области соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках реализации ведомственной целевой программы содействия занятости населения проводятся мероприятия, способствующие снижению уровня безработицы, содействию трудоустройству и повышению конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Объём финансирования представлен на слайде. Значение показателей – это уровень регистрируемой безработицы, коэффициент напряжённости и отсутствие обоснованных жалоб в указанном периоде уже выполнено. В рамках ведомственной целевой программы органами службы занятости оказываются 12 государственных услуг. Наиболее востребованы – это содействие в поиске работы, информирование о положении на рынке труда, общественные работы, профобучение, профориентация, соцадаптация, психологическая поддержка, ярмарки вакансий. На данный момент уже оказано 329 тысяч государственных услуг за 8 месяцев. За аналогичный период прошлого года 305 тысяч услуг было нами оказано. Кроме государственных услуг также реализуются специальные мероприятия по трудоустройству инвалидов. В рамках мероприятия по содействию в трудоустройстве молодых инвалидов работодателям возмещаются затраты на заработную плату указанной категории граждан и их наставников в течение трёх месяцев на период адаптации. В рамках мероприятия содействия занятости инвалидов, работающих в организациях, учредителями которых являются общественные организации инвалидов, также работодателям предоставляются субсидии на возмещение заработной платы работающим на постоянной основе инвалидам. И уже 100 человек в этом году приняли участие, работники шести организаций. Также действует механизм квотирования рабочих мест для инвалидов. В настоящий момент 2 790 человек трудятся на квотированных рабочих местах. Всего в регионе 5 925 рабочих мест. Также за департаментом закреплён контроль. Мы осуществляем регулярно проверки организаций. Вот вторая составляющая. Это региональная программа оказания содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Целевыми показателями является численность принятых соотечественников, доля участников региональной программы, которые приобрели гражданство, доля участников программы, занятых трудовой деятельностью. Целью этой программы является создание условий и организация процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства для обеспечения притока трудовых ресурсов. Отдельные категории граждан имеют право на получение единовременного пособия на жилищное обустройство. Это многодетные, одинокие, опекуны, попечители и родители, воспитывающие детей до 14 лет, а также студенты. Для граждан это возможность получить в ускоренном порядке гражданство Российской Федерации, а для нас насыщение региона трудовыми ресурсами. Национальные проекты. Органы службы занятости участвуют в реализации мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». Разработан и реализуется региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда» для обеспечения роста производительности труда национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С 2020 года появляются новые мероприятия. Мы будем организовывать обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет в рамках национального проекта «Демография». В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предусмотрена модернизация службы занятости, в рамках которой будут новые требования к помещениям, к оснащению рабочих мест, к системам информатизации, новые регламенты работы, программы переобучения сотрудников, унифицированная форма одежды, новые требования к системе контроля и оценки качества предоставления государственных услуг. В целях достижения результатов регионального проекта «Старшее поколение» в органах службы занятости реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. В региону ежегодно установлен показатель 426 человек. На данный момент уже заключено соглашение на всю численность – 426 человек, 100%. Но, учитывая важность данного мероприятия и имеющиеся резервы, нами сейчас развернуто широкое информирование граждан, работодателей, образовательных организаций с приглашением к сотрудничеству с целью вовлечения большего числа граждан предпенсионного возраста в данное мероприятие. У нас есть такая возможность. У нас есть такая возможность. У нас заключено соглашение о предоставлении субсидий на возмещение затрат предприятий по обучению сотрудников. Все участники предприятия представлены на слайде. В настоящий момент 392 работника проходят обучение и продолжается активная работа по заключению соглашения и привлечению их к данному мероприятию. В результате реализации программы достигнуты следующие показатели за 8 месяцев 2019 года. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда с начала года снизился на 1,2% пункта и в настоящий момент составил 4,8%. Трудоустроенные 14 тысяч человек, ищущих работу, удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием, составляет 65,3%. Освоение бюджетных средств государственной программы 491,5 миллиона рублей, более чем 61%. В текущем году будет продолжена работа по созданию условий, способствующих эффективному функционированию рынка труда, и все запланированные мероприятия государственной программы будут выполнены в полном объёме. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Коллеги, какие есть вопросы? Присаживайтесь. Дмитрий Иванович, повестка задания правительства исчерпана. Присаживайтесь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok